Не нужно сажать в один горшок влаголюбивые и засухоустойчивые растения, потому что если вы на своем участке бываете наездами, то лучше всего от питуньи отказаться. Ну и теперь конкретно о растениях. Здравствуйте, уважаемые подписчики! Вертикальное озеленение не сдает своих позиций по популярности, а самый простой способ вертикального озеленения это посадить красивые цветы в подвесные горшки. Но не все даже ампельные растения подойдут для посадки в подвесные горшки. Что же в них можно посадить? Но сначала о самих горшках. Главное в подвесном горшке – это крепление. Чем больше горшок, тем больше будет его вес. Сюда мы насыпем земли, сюда мы посадим цветы, и мы это будем поливать, и все вот это должно хорошо удерживаться на конструкции. И если вы видите большой горшок на пластмассовой конструкции, лучше от такой покупки отказаться и отдать предпочтение большому горшку на цепях. Ну а вот такой горшок вполне удержится и на пластмассовой конструкции. В горшке у растений всегда есть риск перегревания корней. Потому что корни не в земле, а корни постоянно на солнце. В тени горшечные растения практически не цветут. Поэтому выбирайте горшки с толстыми стенками. В них корни меньше перегреваются. Выбирайте горшки светлых тонов. В них меньше перегреваются корни. И сейчас есть такие горшки, но они как бы двойные по типу горшок в горшок. Вот в тех горшках корни еще меньше перегреваются. Для всех растений, которые высаживают в подвесные горшки, должны быть определенные правила. Во-первых, растения не должны погибать под палящими солнечными лучами. Как я говорила, что в тени растения практически не цветут. Растения не должны повреждаться дождем и не должны обламываться от ветра. Растения, которые вы посадите в подвесные горшки, должны обильно цвести с июня и до заморозков. Они должны декоративно выглядеть практически весь этот период. И они должны хорошо отзываться на подкормки. Если вы составляете композицию в горшке из нескольких растений, то у них должен быть одинаковый режим полива. Не нужно сажать в один горшок влаголюбивые и засухоустойчивые растения, потому что одни замокнут, а другие погибнут от засухи. Ну и теперь конкретно о растениях. Очень красиво в подвесных горшках смотрятся вербены гибридные. Если вы покупаете уже готовые растения, смотрите, чтобы у вербены были толстые, сильно разветвленные стебли. Очень красивые лабелии. Лабелия создает целое облачко из голубых, розовых и белых цветков. Ну и, конечно, фаворит подвесного озеленения – это петунии. Для выращивания в подвесных горшках выбирайте каскадные или ампельные петунии. Для того, чтобы создать эту шапку огромную из цветков петунии, как на картинке в журнале, имейте в виду, что петуниям нужен объемный горшок. Для одной петунии нужен горшок не менее 5 литров в объеме. И петунии хорошо цветут и охотно растут, если их регулярно поливать. Полив должен быть ежедневный, а если стоит палящая засуха, то и два раза в день – утром и вечером. Если у вас нет такой возможности, и растение будет периодически пересыхать не раз, а два и более раз, тогда у петунии начинаются проблемы с иммунитетом, и петунии начинают терять свой пышный вид, болеют, и ничего хорошего из этого не получится. Если вы на своем участке бываете наездами, то лучше всего от петунии отказаться в пользу других более засуху устойчивых растений. Для того, чтобы заставить петунию цвести как можно дольше, не нужно давать ей завязывать семена. Отсветшие соцветия нужно обрывать. Но многие просто вот так вот обрывают цветок, и все. А семена-то образуются вот здесь. Обрывать нужно не просто вот эту вот чашечку цветка, а обрывать нужно вместе с семенной коробочкой. То есть обрывать нужно всю вот эту часть. Вот эти вот все части завяжут семена, а если у растений завязали семена, то нет больше смысла цвести дальше. Очень красиво бакопа. Еще немножко, и это растение покроется пышным облаком вот этих вот белых цветков. Но бакопа не любит переувлажнение. И если начинается период каких-то затяжных дождей, бакопу нужно убирать под навес. Бакопа не любит пересыхание. От этого она гибнет и также плохо растет. Если вы готовы ухаживать за таким растением, как бакопа, постоянно, тогда смело берите, и вы получите эффектную композицию в горшке. У любого горшка для цветов, в том числе и подвесного, есть дренажное отверстие. Сюда будет стекать излишки воды при поливе. Когда вы будете размещать подвесной кашпо, подумайте о том, куда будет стекать эта вода. Нужно, чтобы она не навредила и вашим растениям, которые внизу, и проблем с этим не было. Вот если вот эти все требования будут соблюдаться, тогда проблем с вертикальным озеленением у вас не будет. Старайтесь, пытайтесь. Надеюсь, мои советы вам помогут получить шикарно цветущие растения в кашпо. А у меня на сегодня все.